В эфире Бьюти Тайм. Всем здравствуйте в ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Спонсор программы. Профилактическая терапевтическая клиника Формула. С появлением различных аппаратов для коррекции фигуры, казалось бы, классические косметологические методики должны были отойти на второй план. Но знаменитые лаборатории, они также идут в ногу со временем и внедряют свои уникальные изобретения. Как это работает, смотрите прямо сейчас. Уход за лицом домашний или профессиональный – тема, знакомая большинству. При этом не каждый сходу ответит об актуальных предложениях по уходу за телом. Хотя эти две составляющие равноважны и бессмысленны отдельно друг от друга. Сегодня речь пойдет о дерматокосмецевтике и одном из знаменитых представителей этого направления – Эриксон-лаборатории. Работать с этим брендом недавно стали в имидж-студии Елены Ивановой. По такому случаю сюда прилетела эксперт из Москвы, врач-косметолог, тренер Наталья Васильева. В ингредиентный состав входят биотехнологические комплексы с адресной доставкой. Мы действуем на функциональную активность клетки путем активации определенных генов, участвующих в том или ином процессе. Другими словами, воздействие происходит на клеточном уровне. Запускаются физиологические процессы, а проблемы лишнего веса, локальных отложений и снижения тонуса решаются быстрее в разы. Жировая ткань в себе накапливает попсы, так называемые, это токсины. Они жирорастворимые, поэтому жировая клетка их накапливает и удерживает. И из-за этого затрудняется процесс липолиза, из-за этого мы не можем похудеть. Программы профессионального ухода за телом четко сегментированы по возрасту и спектру поставленных задач. X50 Body Matrix направлена на омоложение кожи, восстановление гормонального баланса, моделирование силуэта и нивелирование локальных жировых отложений, которые в возрасте преми на паузы и менопаузы откладываются у нас на талии и на животике. Начинается у нас процедура с нанесения осветляющей сыворотки. Приступим к следующему этапу программы. Сейчас мы будем использовать эксфолиант, минеральный солевой аромаскраб с содержанием, как я уже сказала, трех солей. Солей Мертвого моря, солей Атлантического океана побережья Франции и розовой гималайской соли. А также здесь будут содержаться эфирные масла. Это ароматерапия. Здесь масло ромашки, герани, лаванды. Дальше мы наносим антицеллюлитную сыворотку локально на проблемные участки. Теперь мы берем массажный термогель. Почему он термогель массажный? Там содержится минерал циолит и при контакте с водой будет термоэффект. Все, да, заворачиваем. И оставляем на 30 минут. И в завершение нашей процедуры мы наносим контур-крем для тела. Он тоже обогащен всеми биотехнологическими комплексами, включенными в эту программу. Следуя требованиям времени и опираясь на многолетний опыт работы, ученые Эриксон-лаборатории создали новейшие высокотехнологичные и эффективные методы омоложения лица и тела. Система позволяет осуществлять генетический контроль, восстанавливать гормональный баланс, блокировать мышечные сокращения без участия ботулотоксинов, без операции реконструировать овал лица и осуществлять идеальный баланс насыщения кожи кислородом. А это, в свою очередь, особенно важно для жителей мегаполиса. От себя добавлю, что идея с Эриксон-лабораторией вполне в духе имидж-студии. Сочетание роскоши и инноваций с обязательным вау-эффектом – это все то, к чему стремится команда уже почти 25 лет. Вы смотрите Beauty Time. Далее в выпуске проект «О красивых людях. Портреты». Сегодня в нем принимает участие народный артист России, всемирно известный пианист и меценат Юрий Розу. Поклонники классической музыки знают Юрия Розума как лауреата международных конкурсов и народного артиста России. Челябинской публике маэстро известен как меценат и попечитель благотворительного фонда Андрюша. Как и у каждого большого таланта, есть у Юрия Александровича и другие интересы, в их числе йога. Знаете, я прошел довольно непростой путь в своих отношениях с йогой. Вообще увлекаться начал еще лет с 15 и погружался в это, уходил очень серьезно. И в какой-то момент мой йоговский руководитель сказал, ты перестань ходить в эту группу, где я начинал, потому что ты уже далеко впереди. Чтобы тебе развиваться, надо идти самому. Эта группа у тебя только тормозит. Читай книги, иди своим путем. Но, вот тебе завет, ты должен перестать есть мясо, рыбу, пить все виды алкоголя, даже чая и кофе. Но в итоге я, наоборот, себе убил музыку в то время. Потому что идеал вот этого йоговского развития – это сознание как водное пространство без волн и без ряби. Тогда вот эта зеркальная поверхность твоего сознания отражает абсолют. И ты можешь соединиться с космосом. А музыке как раз нужна не только рябь. Там нужны штормы, там нужны молнии, громы, цунами. Вот этой страсти у меня не стало. Тем не менее, вот эти два года интенсивных занятий йогой во мне развили, конечно, умение медитировать через музыку. То есть, как бы, я пытаюсь соединить возможности вот этой концентрации и полного ухода в музыку, музыку, которая мне дала йога, со страстью, которая в музыке заложена. Жизнь идет вперед, развиваются технологии, появился интернет. У них совершенно другие возможности информативные. Но все равно вечные ценности они остаются, и таланты все равно возникают. И тогда возникали, и будут возникать. Особенно, мне кажется, в Россию. Потому что Россия страна такой непростой жизни. И вот это, наверное, и вот это противоречие, что ли, и дает возможность расти каким-то очень сильным личностям неординарным. Вот поэтому я и создал 15 лет назад фонд, который бы разыскивал эти, чего их особо не искать, они и сами находятся, и помогал. У нас, вы знаете, тоже много очень фондов, которые называются благотворителем, детских фондов. Но, по сути дела, представляют собой просто концертное агентство. И устраивают бесконечное количество концертов для детей. Дети не получают стипендий. Стипендиат фонда без стипендий. Как вам это нравится? Я считаю, что это нонсенс. Вот поэтому очень бережно надо относиться к талантам. Бережно надо относиться к взрослым, которые поддерживают эти таланты. Мне очень приятно, когда вот последние годы наш фонд называют еще школой меценатства. Потому что многие созрели для этого. Но нельзя думать, что только больные нуждаются в поддержке. Талант абсолютно, абсолютно нуждается. У нас на то и искусство классическое, вечное, чтобы кардинальных перемен не было. Но появляются новые формы концертной деятельности. Я, например, очень люблю играть в каких-то совершенно неожиданных местах. Потом мне иногда, не всегда, но иногда нравится кроссовер. Это когда классика, ну, как-то по-другому аранжируется. Это немного отнимает, а может и много отнимает от высоты. Но это дает простор для общения с аудиторией неподготовленной. Потому что мелодия, фантастическая мелодия Чайковского или Рахманину, положенная на ритм, она доступнее становится. А в аккомпанементе какого-нибудь эстрадного коллектива она становится более привычной, что ли. И через это многие приходят в классику. Но все равно я знаю, где классика, где кроссовер. Это просто как ступень. Но если сравнивать, допустим, плохую эстраду и хорошую обработку классическую, я предпочту второй вариант. Я работаю в крупной компании. Моя жизнь – это бесконечная гонка в стремлении удержать успех. А еще на плечах дом, дети. В этом круговороте почти не остается времени на себя. Хочется вернуть молодость, энергию, азарт. Хочется снова завораживать своей красотой. Чувствует себя желанной. Я обратилась к профессионалам. Доктора не просто смогли изменить что-то во мне. Они помогли мне найти то, чего я хочу сама. А затем исполнили мою мечту. Я обрела новую жизнь. Клиника Диплекс. Каждая достойна быть красивой. Средняя общеобразовательная школа «Пеликан» объявляет набор учащихся с 1 по 11 класс. За 18 лет работы мы собрали коллектив опытных и преданных своей профессии учителей. Подробнее о школе на сайте pelikann74.com. Запись на экскурсии по телефонам 264-6109-214-5999. Второй фестиваль органического образа жизни «Органик Нейшн» с 1 по 3 июня на озере Тургаяк. Трехдневный семейный праздник. Йога-практики с мастерами из Индии, США, Мексики и России. Лекции и концерты. Детская анимация и вечерние шоу-программы. Регистрация на сайте organicnation.ru Эстетическому воспитанию во все времена люди уделяли достаточно внимания. Если говорить о дне сегодняшнем, то под этим подразумевается умение красиво и современно себя подать. Как этому учатся юные особы, смотрите прямо сейчас. Сегодня не все полезные знания можно получить в школе, а родители тоже не во всех вопросах бывают компетентны. Именно поэтому эстетическое воспитание связывают не со школьной программой, а с дополнительной формой обучения. Сегодня выпускной школы интеллектуалок. Это школа для девочек, школа больше эстетического воспитания, где девочки изучают историю мирового искусства, историю кинематографа, историю ювелирных украшений, светский столовый этикет, они учатся стилю, красоте. Мы вдохновляем детей прекрасным, правильным. И считаем моду частью искусства, поэтому мы стараемся как раз выпускные проводить в тех местах, которые бы создавали определенную атмосферу. В частности, мы находимся в выставочном зале Союза художников. Он, конечно, скромнее, чем в столицах наших, там, северной и южной. Но здесь тоже очень атмосферно, здорово, и это настраивает девчонок тоже на очень правильное. Поэтому поддерживаем, так скажем, традиции уже состоявшейся в мире, связывать моду, искусство, танец, ну, все вместе. В этой школе эстетического воспитания изучают моду, искусство и хорошие манеры. Здесь нет плохих оценок, а значит и негативных, связанных с учебным процессом. Мой взгляд подобного все-таки учреждения у нас в городе нет. Я сама, когда прихожу и смотрю, я прям удивляюсь, что она у меня так умеет, оказывается, и может так доносить информацию замечательно. Ну, и я подобных не знаю мест, где бы именно все в комплексе так преподавали. На лицо изменения, то есть она, во-первых, возрослела, раз. Во-вторых, у нее возраст такой, когда она становится старше, мудрее. Поэтому то, что дает школа, это, конечно, большая жизненная школа. То есть мы видим изменения, причем в самую лучшую сторону. У нас очень хорошие результаты, мы очень довольны. Девушка у нас стала прямо женственная, очень поменялась, стала за собой следить. Она приходит, всегда рассказывает, всегда у нее куча эмоций, то есть она у нас прямо в восторге. И поэтому, собственно говоря, она приняла решение пойти второй раз в эту школу. Не только родители заметили изменения, но также и сами выпускницы, которые представили полученные навыки – умение презентовать себя на сцене. Мне нравится учителя то, что все очень понятно, то есть они показывают на своем примере, очень все хорошо. И мы, когда занимаемся, не сидим за партами. Мы всегда работаем либо на ковриков, либо в стоях. Всегда все очень активно. Дети воспринимают мир по-своему. Все кажется более ярким и контрастным, в том числе и приятные эмоции, которые появляются благодаря новым знаниям. Вы смотрите Beauty Time. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Говоря о костюме в женском гардеробе, всегда лучше уточнять, будет ли это сочетание жакета с юбкой или же это брючный костюм. На последних остановимся подробнее. Еще недавно стилисты рекомендовали носить по отдельности верхнюю и нижнюю часть костюма, но в последнее время в тренде именно комплекты. И носить их можно каждый день, даже если того не требует дресс-код. Если выйти за рамки представлений о классическом костюме, то перед нами открывается целый мир дизайнерских фантазий, в числе которых, например, вечерний вариант костюма. Ну и, наконец, полюбившаяся многим идея нарядной демократичности. Ее еще называют спортшик. Костюмы из ткани высокого качества с изящными декоративными элементами для неформальных ситуаций. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Зоне Кривой 30. Проект «Доступная пластическая хирургия из Милана» это консультации, операции, а также модные косметологические процедуры врачей из Италии. В их числе доктор Гайя, сертифицированный на территории России итальянский пластический хирург, автор уникальной методики нитевого лифтинга, член Европейской академии лицевой пластической хирургии. На его счету более 10 тысяч операций по коррекции лица и тела. Европейская эстетическая концепция, курс на естественность и индивидуальность, достойное качество материалов и высокий уровень медицинской помощи. Попасть на прием в Челябинске или Милане можно через врачей-координаторов Центра «Арт-Медика» 775-19-88. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска на Кирово 159. Это «Бьюти Тайм», программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Кто из нас не примерял в детстве взрослую одежду, не разрисовывал фотографии в журнале и не играл с сантиметровой лентой? Эти детские затеи легли в основу выставки художницы Анастасии Богомоловой, которая создает прошлое с помощью рисунка, фотографий, одежды и бытовых предметов. Эти вещи, попадая в контекст искусства, они перестают быть бытовыми вещами. Они начинают нести информацию о людях, которые эту одежду шили, носили, о той маленькой девочке, которая переодевалась в эту одежду и представляла себя взрослым человеком. И о том, как она выросла, и как теперь она должна формировать эти смыслы и нести их в окружающий мир. В зале точно воссоздается атмосфера 80-90-х годов прошлого столетия. Своя история есть не только у предметов, но и у гостей выставки. У меня есть журнал 1959 года от бабушки. Такой же стиль, причем там даже не фотографии, там рисунки, потому что еще фотография от мир моды не зашла. И вот я смотрела и думала, может, я найду здесь такой же журнал, потому что у меня ощущение, что я как бы тоже как хранитель чего-то такого, что из поколения в поколение передается именно в индустрии моды и дизайна. За последние десятилетия наша жизнь развивается стремительным темпом, меняется отношение к истории, появляются новые жанры искусства. В этом смысле подобного рода выставки вызывают интерес и ностальгические ощущения. Еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. А на этом выпуск завершен. До встречи. Команда Beauty Time TV благодарит партнеров проекта «Модный дом. Я», студию макияжа «Френды», имидж-студию Елены Ивановой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова